Вот я вчера только заметила, потому что стараюсь к таким маленьким не лазить в домик. Вообще, как выглядят здоровые птенцы и как выглядят не совсем здоровые. Вот уже у одного птенца видно, что развивается рахит. Во-первых, он не стоит на ногах. Он не тянет шею, значит, он не может нормально, у родителей попросить еды. То есть, когда родители кормят всех своих детей, он голову не поднимает, естественно, что его недокармливают. Непонятно почему так, потому что сейчас такая пора года, как бы осень, после осени всегда птицы более здоровые, крепкие. Вот, но, видимо, как в природе существует, естественно, отбор точно так же и у нас так и получается, что вот... Я бы не сказала, что он совсем плохо выглядит. В следующем видео я покажу, как я его сама буду докармливать. Почему я буду это делать? Потому что, ну, я вижу, что он недоедает, что он просто не может поднять нормальную шею. Вот как эти, допустим, в крови сидят и просят у родителей еду. То есть, они кормят вообще тех, кто просит. А кто голову держит вниз, то его не докармливают. Вот и получается, что один день они его не докормили, второй день не докормили, а на третий день он вообще стал уже худеть. Видно, что вот спина такая длинная, а должна быть такая толстенькая, и должен быть вот зуб хорошо наполнен, допустим, вот как у этого, вот как у этого, как у этого. Видно, что вот они такие прям... Я бы не сказала, что они сильные такие толстячки. Есть родители, которые вообще свои детей на убой кормят. Вот. Значит, в следующем видео я покажу, как нужно правильно кормить, чтобы не повредить гортань. Потому что птица с больной гортанью – это вечная проблема. То есть, выкормишь это... Потом пишут, что у них забивается зоб, что у них там соком нельзя, ничего и нельзя. Вот просто с рождения больная птица. Вот все, что могу сказать. Птицы, которые крепкие, которых выкормили сами родители, они очень даже неплохо все кушают, все им можно, и они не болеют. Надеюсь, что у этого малого тоже будет все в порядке, потому что я сама его не собираюсь постоянно кормить. То есть, я его буду подкармливать, чтобы он... Возможно, придется рыбового жира добавить в кашу, потому что надо как-то с этим бороться. Вот. То есть, полностью выкормившим он у меня в любом случае не будет. Его будут кормить родители. Но что я могу сделать – это просто немного помочь. Потому что вот на этой стадии еще все можно вполне решить и спасти ребенка от смерти. Вот —èleling зубы не может быть. Зубы не может быть.